IT-рынок Узбекистана с каждым годом демонстрирует рост. Этой отрасли будет уделено особое внимание и в наступившем 2024-м, отметил президент страны в своем новогоднем поздравлении народу Узбекистана. Здесь предусматривается и финансовая поддержка со стороны государства в виде льгот и субсидий, которые, кстати, являются основными факторами роста. К примеру, в одной только Самаркандской области под управлением IT-парка действуют 16 центров развития цифровых технологий, где обучение по девяти направлениям успешно прошли более 10 тысяч младых людей. Активное развитие информационных технологий положительно влияет на модернизацию общества и повышение экономической конкурентоспособности. Президентами IT-парка, число которых достигло 69, в минувшем году оказаны услуг на 58 миллиардов сумм. Объем экспорта предприятий-экспортеров превысил 3 миллиона долларов. Ребята занимаются разработкой программных продуктов, их внедрением аутсорсинговой и сервисной деятельностью. В 2023 году резиденты IT-парка, занимающиеся IT-образованием, обучили свыше 5 тысяч учащихся, выдали им сертификаты. Предприятиям-экспортерам выделены пустующие здания. Это большая поддержка и не может не радовать. В 2024 году для нас созданы дополнительные возможности, чтобы увеличить имеющиеся показатели в 3-4 раза. Шахриор Алимов – резидент IT-парка. Молодой айтишник вовлечен в сферу логистики и занимается экспортом дистанционных услуг. В настоящее время у нас около 20 сотрудников. В 2023 году объем экспорта услуг достиг около 200 тысяч долларов. Планируем его удвоить. С 2021 года мы являемся членами IT-парка и с тех пор пользуемся предоставленными нам налоговыми льготами. Наша задача в основном заключается в поиске товара для грузовых машин в США. В будущем также хотим сотрудничать с Европой и другими государствами. В декабре 2023 года президент во время видеоселекторного совещания отметил о предоставлении ряда льгот. В частности, это покрытие 50% всех затрат при импорте товаров из-за рубежа. Также государство оплачивает расходы, связанные с поездками на международные конференции или выставки. Для нас это большая возможность, которой мы обязательно воспользуемся. Один из самых важных вопросов в IT – это кадровый. В регионе айтишников готовят не только в областных и районных центрах. Не так давно в Нурабаде был запущен IT-поселок, через который прошли 4000 молодых талантов. Слушатели могут получить полный курс цифровых технологий, программирования, робототехники. Отдельное внимание на стартап-проекты. В 2023 из местного бюджета профинансировано 4 инициатив молодых людей, а один проект реализован на основе иностранного гранта. Разрабатываются еще 8. Готова и программа по привлечению молодежи и сотрудников государственных организаций на курсы от Курсера, что является логическим продолжением проекта «Один миллион программистов». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова